Здравствуйте! Меня зовут Бузунова Роман Вячеславович. Я заведую Центром медицины сна Клинического санатория Барвиха, Управление делами Президента Российской Федерации. И уже более 20 лет занимаюсь диагностикой лечением храпа, апноэ сна, бессонницы и других расстройств сна. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как убрать живот мужчине. Ну, фактически банально, как похудеть. Как это связано с моей непосредственной профессией, сомнологией? Дело в том, что ночью у нас происходят специфические достаточно процессы. С одной стороны, мы накапливаем энергию, необходимую для жизнедеятельности на следующий день. С другой стороны, мы накапливаем или продуцируем гормоны, ответственные за переработку жира. И в частности, в глубоких стадиях сна продуцируется так называемый соматотропный гормон или гормон роста. У детей он отвечает за рост, а у взрослых он отвечает за мобилизацию жира из депо и превращение в энергию в мышечную массу, фактически анаболик. Если глубокие стадии сна исчезают, а при апноэ сна, когда у человека 300-400-500 остановок дыхания за ночь, и, соответственно, каждая остановка заканчивается подбуживанием мозга, это приводит к тому, что глубокие стадии сна практически исчезают, падает продукция соматотропного гормона, и жир, который отложился в запас, оттуда практически не забирается. Вторая причина, еще тоже проблем с прогрессирующим ожирением, это то, что если у человека ночью развивается гипоксия, недостаток кислорода, то глобально тормозятся обменные процессы, так называемый основной обмен. И если раньше человеку нужно было, допустим, 2000 калорий тратить на основной обмен, а потом они уменьшились до полутора тысяч калорий, основной обмен, а человек остался на том же пищевом режиме, то он говорит, я больше не стал кушать, но я полнею. Или я пытаюсь как-то даже ограничить прием пищи, но ничего не получается, чтобы снизить массу тела. Я еще до того, хотя это было очень давно, когда не занимался сам апноэ сна, приходил такой большой, толстый, грузный человек, говорил, доктор, я чуть-чуть кушаю, моя тоненькая жена в два раза больше меня съедает, я пытаюсь себя ограничить, я голодаю, я в институт питания ложусь, а ничего не помогает. Я ведь думал, врет. Наверное, где-то ночью под подушкой, под одеялом кушать пончики. Но когда я занялся сомнологией, занялся проблемами с апноэ, и вот эти механизмы нарушения обменных процессов стали гораздо более очевидны, я понял, что это не вина. Ну, вина в том, что человек набрал массу тела, но потом это уже его беда, когда возникает порочный круг. Ожирение запускает апноэ, а апноэ это дальнейший фактор прогрессирования ожирения. И человек говорит, я раньше набирал по килограмму в год, а последние 3-4 года 5-6 килограмм в год. То есть он превращается в такого пиквика сонливого, уставшего, постоянно разбитого, грузного человека, которого вот вся жизнь заключается в том, что где-нибудь присесть, поспать и похрапеть. И в этой ситуации чрезвычайно важно непосредственно воздействовать на апноэ, то есть проводить лечение апноэ. Если это тяжелая степень заболевания, то применяется специальный дыхательный аппарат, так называемый СИПАП, или метод респираторной поддержки во сне, когда человек спит со специальным прибором, который помогает ему дышать во сне. И вне зависимости от исходной степени тяжести и состояния, даже очень при тяжелых ситуациях, применение этого аппарата буквально в течение нескольких дней нормализует ситуацию на фоне лечения. Да, человек должен продолжать спать с этим аппаратом, но в течение нескольких недель происходит нормализация обменных процессов, и у человека создаются предпосылки того, что он снижает массу тела. Иногда человек через 3-4 месяца лечения аппаратом теряет 4-5-6% массы тела, ничего больше не делая, просто нормализуются обменные процессы в организме. Но и в целом у человека появляется возможность гораздо эффективнее худеть, если он предпринимает какие-то попытки похудеть, потому что на фоне нормализации обменных процессов, на фоне нормализации обмена кислорода, эти попытки гораздо легче реализуются. Таким образом, если вы набрали вес, если вы храпите, если вам говорят, что у вас бывают остановки дыхания во сне, и в то же время попытки похудеть не приводят к тому, что вы как-то теряете вес, скорее всего это синдром абструктивного апноя сна, и вы вошли в поручный круг. Обратитесь к сомнологу, можно провести полисомнографию или другой диагностический метод, поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение. И лечение самого по себе апноя сна приведет к тому, что вы гораздо более эффективно и быстро сможете снизить массу тела и избавиться от вашего большого животика. Всего вам хорошего, с вами был Узунов Роман Вячеславович. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете получать актуальные видео по проблемам медицины сна, храпа, апноя, бессонницы, ну и каким-то другим интересным медицинским проблемам. До свидания.